приветствую люди интернета это ли она и я в аэропорту да я как всегда случайно полетела в другую страну и в этот раз на другой край света потому что мы полетели в корею буквально за неделю до нового года роман компот позвал нас полететь в корею мы восприняли это как шутку и подумали да не не слишком далеко лететь и в итоге за один день до вылета купили билет и поехали я сейчас не могу поверить что мне сейчас лететь сначала 7 часов потом 8 как я уже сказала 17-часовой полет был очень тяжелый но когда мы прилетели и увидели просто все что стоит за окном мы были просто в шоке мы поймали странного бомбилу около аэропорта и просто я не знаю мы вышли и как будто выглядит как обычный аэропорт но все абсолютно на другом языке и все как будто действительно по-другому в итоге мы все ли вот таксишку приехали короче буквально ничего не понятно я как бы буквально ничего не понимаю едем и такси связи мы не понял адрес и попросил сашу позвонить по телефону и продиктовать адрес отеля женщине которая знала английский если что в корее вообще никто почти не знает английский это меня буквально шокировала с горем пополам мы доехали до нашего отеля и поставили чемоданы и ждали заселение пошли гулять с ребятами я если честно вообще не понимаю куда мы едем что мы едем вот видите какая тут карта метро и если кто-то из вас уже был москве но я думаю что многие были дорогой дневник увидев что это мы бы просто умерли а еще здесь все на корейском я не знаю ни одного слова нет я за это слово е короче я не знаю мы даже не заселились в отельном и приперлись мне даже не знаю куда национальный парк а еще здесь нужно ходить везде маски говорят что какой-то вирус есть но я вообще ничего не знаю про это о господи вот это я называю рок-н-ролл а как комментировать а что говорить ли она притворяется эскимосом и думает что она находится на северном полюсе но на самом деле нет она находится в древней древности здесь 1956 году поселились первые муравьи вот эти муравьи при помощи смотрите мы пришли в кафешку здесь вещи свои нужно убирать прямо в стул технологии никаких вешалок только мусорные ведра и потом сидишь мы ничего буквально не заказали да здесь такая традиция что ты приходишь тебе кладут миллиард различных закусок а это место на котором горит огонь и ты жаришь первый день мы просто офигевали от всего и в первую очередь от нашего длинного полета потому что мы вообще не выспались и сразу же пошли смотреть на все вокруг мы сходили на классную улицу в центре мьон дон называется она такая была с огоньками оформлена под новый год и там можно было купить кучу всего корейского настроение совсем немножко моих маленькие закупочки в корее ну как бы совсем немножко я считаю и знаете что я просто покупала одну не дарили вторую здесь я купила 3 мне подарили четвертую блестяшку это я купила мне дали второе это мне дали просто так бесплатно это тоже мне дали просто бесплатно и я вообще не понимаю что это за трэш настроение первый день в корее как бы ничего необычного накупила тысячу миллиарда корейских масок сижу массажном инновационном кресле и смотрю на этот шикарный вид города сеула к следующему дню нам стало получше но я проснулась в 7 утра вы прикиньте я не спала почти всю ночь легла в 12 проснулась в 7 утра просто ходим по переходам в рандомных местах везде покупаем какую-то еду и просто и обжираем селье и тут слишком много еда я не представляю они придумали это на палочке короче шашлык из фруктов на палочке из фруктов карамели я вообще не представляю короче сегодня поподробнее вам что скажу потому что я выспалась проснулся в 7 утра по питеру это час ночи но ничего страшного здрасте это наш номер в корее и кей просто полное сранье ну посмотрите просто первое что мы здесь видим это прекрасные корейские символы то что мы точно не поймем поэтому во время какой-то тревоги мы точно не спасемся а здесь у нас наш гардероб здесь у нас сразу такое место где можно пожрать наши деньги смотрите как много как думаете сколько это стоит пишите комментарии мы купили уже кучу еды конечно же кучу еды унитаз в котором можно настраивать то как тебе в жопу бьет фонтан короче прикиньте вы такие значит сделали своё дело нажимаете сюда и вам фонтанчик прям туда короче поняли вот это очень странно я пробовала и мне понравилось что а здесь у нас такое прекрасное кресло думали вы но это не просто кресло это массажное кресло знаете как торговых центрах стоят или в аэропортах обычно мне кажется самая гениальная просто вещь которую можно сделать в сеуле потому что здесь постоянно мы ходим везде и приходишь такой и типа с кайфом ради такого вида вообще просто стоило ехать сюда смотрите тут написано на дорогах что-то по-корейски я вообще не понимаю что написано алё да 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 я уже заказал пиццу вот и короче я говорю ему такой я утолкнул а он его шлепнул вот так сегодня очень страшное дело произошло у нас недавно дома сломался кран и эти пять людей пришли его чинить но так и не смогли его корей корей но ребята вы знаете как я люблю что-то удобное потрясающе красивое недавно ко мне в руки попал новый real me 10 pro plus который просто поразил меня своим изогнутым дисплеем он отличается ультра легким корпусом всего 173 грамма ширина менее 8 миллиметров эффектным дизайном о моей любви к фотографиям можно говорить вечно у real me 10 pro plus просто потрясающая камера смотрите какие качественные фотки получились а благодаря огромной оперативной памяти от 8 до 12 гигабайт в real me 10 pro plus можно быстро переключаться между десятками программ а еще на дисплее нет ничего лишнего потому что боковые рамки этого телефона практически не видно поэтому можно смотреть видео без каких-либо визуальных ограничений представляете смартфон доступен в трех цветах золотой голубой и черный скорее переходи по ссылке в описании заказывай новенький смартфон прям как у меня да алло может пожалуйста заказать real me 10 pro plus для всей мэйси дальше корее произошло страшное они сговорились и не хотели идти гулять мне пришлось применить силы слушаю я не знаю как то я очень сильно хочу гулять вот знаешь я вот проснулся сегодня в 9 утра и понял что сегодня я хочу гулять и вообще не быть дома я проснулась в 7 сейчас в 12 я оделась она оделась еле-еле ты так проснулся от меня где-то 8 все таки у меня удалось повезти гулять и мы поехали в т.ц. готовится к новому году мы будем покупать там черную икру и делать бутерброды как сказал роман компот не снимай меня без мозги пожалуйста кстати обязательно досмотрите до конца потому что корейский новый год это просто трэш смотрите какие-то красивые такие дома как в нью-йорке вчера постараюсь бригада приехала поскрафтила чисто это реально все как майнкрафти потому что все дома какие-то очень-очень квадратные мне нравится я не знаю как но мы пришли в т.ц. и здесь просто сейчас как бы зима а здесь какой то что ты делаешь а что офигеть там аттракционы класс сашка пойдем когда с американских горках пойдем а я иду так аня вся в новый т.ц. короче знаете какой самый главный прикол мы пришли в этот т.ц. мы ехали в него сто пятьсот лет ребят там будет танец я убью компота он сдохнет я хочу танец где в черном танцует все руками шевелят не помню как называется как называется да вот мой любимый танец ребят ты чокнутый я не дыр рассказала а где здесь библиотека ладно все больше не будет сместным прикиньте мы ехали в этот странный этот т.ц. чтобы закупиться нормальными шмотками биржка и зары а потом вы поняли что это не тот т.ц. в который мы пришли это лот в какой-то department store мы проходили там полдня и поняли что лот мол т.ц. там я вообще не понимаю как работает знаешь что короче Лен за тобой собралась огромная очередь зачем я их всех тут собрала мне надо сказать вам интересно зачем я здесь всех собрала вам интересно зачем они все сюда пришли ее фирменный танец знаете какой не помню как фирма называется мы пришли в магазин я у меня зайки смотрите как классно вау обалдеть какой классный обалдеть в этом магазине я накупила очень много всего если вы хотите чтобы я сделал ролик со своими покупками скорее то наберите на этом видео 33 тысячи триста тридцать три лайка как вам такое доброе утро день три сегодня у нас кстати 31 декабря новый год и мы будем праздновать его первые всех потому что у нас время плюс шесть часов да да у нас сейчас у нас одиннадцать а в россии сейчас шесть часов утра короче мы пришли завтракать вот в такую кафешку мы думали что здесь куча еды она выглядит реально как в интернете ну скажите же ребят просто я мечтала всю жизнь побыть в такой кафешке но здесь только печень отличается это очень странно прикиньте просто заведение в россии встретить где просто печенье и чай оно еще и такое большое я в шоке корея очень классно тем что здесь на улице вы можете встретить различные аппаратуры которые можете спокойно забрать себе домой то есть если у вас нет клавиатуры вы можете спокойно идти на улице подходите такие забираете и все у вас есть бесплатная клавиатура нормально вообще и мышка в подарок даже дается если вы закопали покопаться в этом грузовике можно найти компьютер целый вот все доступно все можно мы опять удивились тому что мы встретили робота посмотрите он сделал милые глазки пока мы шли он смотрел на нас и еще мы поняли что здесь можно купить какую-то тележку со сладостями что ли что-то можно реально купить а куда ему деньги продай пожалуйста что-нибудь а хе-хе-хе-хе ладно сейчас давай держи ну что ладно давай покупать не будем непонятно ничего всем спасибо всем пока а еще можно телефон а вот это вот иди сюда ты че вот же полочка так обзор вещей что они значит взяли с собой давайте копаться в чужих вещах что тут интересно у нас есть вот такие вот носки это она купила за деньги также тут еще у нас есть вот такой пакет вот в этом ну не открывай там трусы грязные хе-хе-хе-хе с черкашами нет просто грязные касаемо обзор теперь у нас японской ой корейский корейская кухня они купили риса белого подарок кому-то что ты хочешь чай чай хочешь правильно кстати говоря еще они меня угостили вот такими вот интересными штучками это у нас какие-то орешки в шоколаде вишневым как-то вот так они никак уже не выглядят да ладно забьем ничего страшного короче такой вот бардак я им устроил если что у них тут было чисто я пришел все раскидал а вот я вот так я выгляжу да я не переодевался уже 3 дня ставьте лайк так обзор косметики значит она пользуется металл глиттер это прикольная штука ей нужны губы массы дальше вот это вот коричневый брован хироу это что-то для супергероев видимо а это штука от запора я понял вот это мыло хозяйственное что ты как хочешь я обзор делаю вот это что это уже что-то на бага это у нас какие-то духи роман у нас будет слушать сейчас аромат давай я смотрю как ты слушаешь давай давай слушаю итак аромат вот такой теперь вот интересный у нас на обзоре послушай обязательно плитекуху приложим так слушай по другому ты дилетант ну прикольно прикольно пахнет как специй индуски да так вексай пахнет фиксай пахнет индусом понюхаем вексай правда Слушай, а ты как носишь кепку? Вот так вот? Или вот так? Всё, я понял. Значит, ты из города, а я из деревни. Всё, понял. Если вы меня сейчас наскрините и поставите на аватарке, я удалю свой канал. Ребят, 8 лет напрасно, подумайте об этом. Как вы поняли, мы тут переодевались к Новому году и готовились, потому что дальше шли на прогулку. И мы почему-то решили в новогоднюю ночь пойти в самое туристическое место Сеула. Новый год. Мы поехали на вагончике в Новый год. Я не знаю, нас вообще видно или нет, но мы поехали над городом. Короче, тут вагон, тут полно всяких людей, которые, видимо, тоже пришли праздновать. Мы стоим просто как селёдки в банке под шубой. Вы смотрите, куда нас довёлся этот фуникулёр. И это самая высокая точка в Баши в Корее. Вот. И тут такой вид. Ох, мама дорогая. Господи Иисус. И знаете что, мы хотели подняться вот на эту башню, но туда ожидание два с половиной часа, и мне кажется, мы прослём Новый год, если мы всё-таки туда пойдём. Поэтому мы будем довольствоваться тем, что видим сейчас. Ставим лайк. Вау. В общем, да, посмотрели на вид, немножко потупили и решили пойти в центр, узнать, где же будет салют. И пока мы туда шли, мы увидели это золото. Короче, какое-то кафе, которое, судя по всему, посетили BTS. Какой-то кимчи хаус. Вот они счастливые после того, как покушали. А тут они выиграли Новороссийскую премию после того, как покушали. Вот они слева направо. В итоге мы по чистой случайности встретили каких-то русскоговорящих туристов, и они направили нас на центральную улицу и сказали, что точно в 0000 там будут салюты. Она вся была перекрыта, и там собралась огромная толпа людей. И мы подумали, ну да, наверное, реально сейчас будет вообще эпик. Ну как бы, Новый год всё-таки. Короче говоря, остаётся один час до Нового года. Мы не понимаем, что нам делать. Здесь перекрыли абсолютно все улицы. Вот так это всё дело выглядит. Нас не пускают. Типа Новый год. Нас не пускают. Короче, был шанс, мы шли вот оттуда, вот сюда вот мы пришли. Мы ещё надеемся, что BTS будет выступать. У нас был шанс придти туда на дорогу, но мы не прошли туда, мы лохи. И мы не знаем, что делать. А Новый год через час. Самый странный Новый год в моей жизни. Вы посмотрите, сколько народу. Куча полиции, они не пускают куда-то. Смотрите. Когда очень понимаешь, о чём говорят. Спасибо. Всё видно теперь. Сейчас будет Новый год. Будешь бить в колокола. Да. И да. В итоге мы дождались 0-0-0-0. Начали бить в колокола. 6, 5, 4, 3. Ура! И всё. Больше ничего не было. Они не включили музыку. Не было ни одного салюта. Не было просто ничего. Все начали расходиться. Новый год класс. И, к сожалению, на следующий день Фиксай заболел. Простудился, видимо, пока мы ходили на эту гору. Короче, я сейчас лежу с температурой. Я вон весь красный. Я могу сказать, что сначала это смотрелось вообще несерьёзно. Но через пару дней мы поняли, что нам не обойтись без похода к врачу. И пошли к врачу в Корею. Но это я выложу в свой телеграм-канал. Ребят, переходите по ссылке в описании. Это был просто эпик. Учитывая, что там никто не говорит по-английски. 2 января. Сегодня Фиксай официально заболел. Поэтому я буду снимать типичный день Романа Компота. Роман Капот обычно стоит и надеется почилить просто в номере отеля. Но его заставляют идти гулять. Какая же жалость. Продолжение слежки за Романом Компотом. Сегодня он решил проехаться на корейском автобусе. И никто не хочет с ним сидеть. Он так грустен и одинок. Так что, ребят, поставьте лайк, пожалуйста, за то, чтобы Роман Компот выжил сегодня и смог пройти Майнкрафт. Блин, такое ощущение, что за мной кто-то слезит. Типичный день Романа Компота продолжается так, что он пьет антисептики. Ребята, обрабатывайте руки. Типичный день Компота прерывается на новости в Корее. Мы в ТЦ, и мы нашли здесь такую машину, откуда можно пить. Короче, мы достали вот такую штучку, и это стаканчик. Туда можно налить воды? Вот отсюда. Я просто в шоке. Как вот это вообще превратить в кружку? Я буквально пьюсь бумажки. Как они это придумали? Ты что, Игорь, а что можно налить такую? Попробуй открыть. Сейчас открой, и у меня зеленки так в лицо. Холодно. Горячо. Да, все видно. Знаете, что мы тупой в Корее? В общем-то тут везде какие-то уклоны. Покажи вот там вот, какая гора. Вы прикиньте? Че ты снимаешь? В смысле, все же видно, подожди. Где что-то на камере? Смотри, какая там гора. Каково людям жить, поднимаясь на горы и спускаться. На самом деле, в реальности тут намного сложнее. Те, чем видно на камере, это просто вот такая чистая гора, по которой нужно ездить машина, по которой нужно ходить. Что? Пойдем, выйдем. Пойдем, выйдем. Вон туда, иди. Ребят, если вам не будет нравиться качество моих видео, виноват Роман Компот, отписывайтесь от его канала и подписывайтесь на канал Фиксая. Роман Компот снимает профессиональные видео. Роман Компот абсолютно просто пердит да хлопает. Эта сабля веселая. Ну, че тебе опять надо? Че ты ко мне пристал? Своим блогом. Да я ничего не снимаю, я просто хочу снять, чтобы красиво было. Тебе нужен контент? Наши просмотров? Нужны. Хочешь, я над головой вот так вот просто упаду и все, и умыву ради влога? Вы просто посмотрите, какие милые в Корее магазины. Это просто трэш. Это как будто Алиэкспресс, но в реальной жизни здесь есть буквально все. Я покажу дома, что купила. Я купила очень много штук для бамбульки, и это просто милота. Ну, вообще. Ставьте лайки, делитесь роликом в комментариях, обязательно подписывайтесь. Все на канал Компот. Подписывайтесь на канал Компот, и вы, кстати, тоже. Хорошо. После этого мы решили пойти в Мишленовский ресторан. Ну, как бы, заценить, что там в Корее дают. Ну, и мы пришли, и мне дали суп с говном. Яйцо с водорослями. А еще мне дали это. Это тоже было говно. Это тоже. Это было нормальным. Это тоже было с натяжечкой. Ну, а это были листья в кляре. И за это все я заплатила 15 тысяч рублей. Спасибо. Слава богу, что в этот день я догадалась купить себе более полезные вещи. Сейчас я их покажу. Короче, я вернулась домой. И сейчас будет распаковка того, что я купила в том милом магазинчике. Так, вы смотрите, что я купила для Фиксая. Это дудка. Она может говорить. И знаете что? В Корее даже батарейки милые. Вы посмотрите просто, что это за чудо. Я таких батареек в жизни не видела. Если бы видела, они бы у меня уже были. В Корее слишком много вещей для собак. Для бамбуля мы уже купили около, мне кажется, 5 или 10 сувениров. Посмотрите. Это хлеб. Вот так он будет выглядеть. Ну-ка, покажи. Круто, да? Прикольно. Это легенцы для собак. Я бы сама на самом деле попробовала. Но это все буду распаковывать в Питере. И залью к себе в телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь. Я там попробую легенцы для собак. И покажу, как на бамбуле смотрятся все эти классные шапки. Короче, я как будто попала в Алиэкспресс. Но все было сразу здесь. Как вы знаете, я фанат Алиэкспресса 100%. И меня не остановить было в этом магазине. Я хотела скупить просто все. А это, вы посмотрите. Это игрушка для бамбуля в форме бамбуля. А еще здесь Among Us. Мне кажется, здесь можно нажимать на кнопки и сделать звуки. Я тоже. Мне что-то страшно. Господи, меня обманули, черти. А, нет, наверное... Наверное, это какая-то игра. Господи, я-то думала, там будут зубки за Among Us. Ну что за говнище. Выступление Фиксария, песня Лук-Батун. Ну и я напоминаю, что полную распаковку всего, что я купила в Корее, я сделаю только если вы наберете 33 тысячи 333 лайка. И будете подписаны на мой канал. А то как вы ее посмотрите-то, если не подпишетесь? Но на следующий день Фиксария все еще болел. И мы снова пошли гулять с Романом Компотом. Короче, мы пришли в какое-то собачье кафе. Оттуда орут собаки. Здесь везде калитки. И мы не понимаем, что это такое. Но пытаемся зайти. Слышите, слышите собак? Короче, если сейчас нас пустят, то я подсниму. Обалдеть! Ну и как он хвостом биляет, он так рад видеть новых людей. Да, такой радостный. Какие вы хорошие! Привет! Вы хорошие все! Ребята, настоящий собачий кафе это котель. Но я не понимаю, они все в камерах ходят. О, какая такса хорошая! Все даже по черте погладили. Это собака самая дебильная. Такса? Да, самая хорошая, самая дебильная. Мне она тоже нравится. Но она на тебя похожа. Сто лайков, я выпью кипяток залпом. Вот она. Они не знают команд, вы прикиньте. Мне тоже нравится, что тут чай с волосами. С собачьими. Мы почему-то решили пешком от нашего отеля дойти до храма Будды. И это заняло у нас очень много. Мы шли, наверное, час. Смотрите, куда мы притопали. Притопали, прихлопали. Дай бог выживем. Ребят, тут везде горка, везде очень сложно идти. Я не понимаю, как мне жить здесь. Спой песню от Рапуды. Это кто? Ну, то, что ты мне говорила. Что? Чего? Давай прикольно будет. Я не знаю уже кого. Ну, там же, что ты сказал мне, зачитал. Ну, твой рэпчик. Кого? Я ее голову назвал. Завтра, не думай. Эта песня придумала Будда, ребят. Давай, типа, ты восхищаешься. Знаешь, как Панасенков. Давай, иди. И вот так вот еще ручкой проводи. Ну, я просто иду. Давай, иди. Я хочу кушать. Ну, все-таки, когда мы добрались до этого храма, я поняла, что это того стоило, потому что он был просто потрясающий. Я в нем поймала дзен. Хотя я не буддист, и я не так много знаю об этой культуре, но это мне реально поразило. Я все перевел. Туда можно, но без обуви? Снимай. Ты что меня снимаешь? Ну, и напоследок, так как это был последний день романа Компота в Корее, мы пошли на очень крутую смотровую площадку. Там был просто чересчур эпичный лифт, который ехал так быстро, что у меня заложило уши, а еще там были такие красивые картинки, как будто я просто в кино. Ну, вы посмотрите. А когда мы доехали до самого верхнего этажа, раскрылись двери, и просто перед нами очень эпично открылась вот так вот вид на город. О, обосрались. Я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, я не знаю, что это такое. Но это была совсем малая часть того, что мы делали в Корее, так что ждите второе видео. Набирайте 33333 лайка, подписывайтесь на канал и пока! Подпишись на телеграм.